Всем привет! Меня зовут Дмитрий Дегало и сегодня я расскажу о использовании API-схем для property-based тестирования. О чем будет доклад? Я расскажу о обычных проблемах, с которыми люди сталкиваются при применении API-схем. Расскажу, как их можно использовать для описания тестов. Расскажу о проекте схематезис, о его возможностях и ограничениях. Будет практика, покажу, как его можно интегрировать в существующий проект. Когда мы работаем с API-схемами, у нас обычно существует несколько моделей и они синхронизируются на разных уровнях. У нас есть обычно база, есть какой-то код, есть схема. И это все между собой нужно держать в синхроне, чтобы они нормально с друг другом взаимодействовали. Вот у нас простая табличка с booking-ами, три поля. У нас есть какой-то Python-класс и есть схема OpenAPI, которая это как-то отображает. В принципе, здесь уже есть ошибка. Мы ее сейчас разберем. Как синхронизация обычно решается? Очень часто бывает ручная в том или ином виде. Кроме этого, мы часто используем генераторы, вроде fast API, API-spec, Django. У вас модели определены. Синхронизируется в базу. Из этого можно как-то генерировать API. Потом есть обратный подход, когда из схемы, схема First, мы генерируем логику, валидаторы и прочее. Это connection. Но в том или ином виде у нас все равно присутствует точная синхронизация, потому что где-то у нас не хватает функционала, где-то что-то не поддерживается, где-то нужно что-то расширить. И это все порождает очень высокую вероятность ошибки и высокий затрат, потому что нам это надо руками синхронизировать. Кроме этого, часто тестируется этот код недостаточно и обычное решение это давайте писать больше тестов. Экзампл тесты, такой-то вход, ожидаем такой-то выход. Еще используются различные инструменты, вроде Dread, когда в схеме указываются примеры и они прогоняются просто на валидность. И таким образом тестируется API. Кроме этого, мы можем параметризовать какие-то существующие экзампл теста, чтобы понизить стоимость поддержки. Но, тем не менее, все равно это довольно дорого, занимает много времени и не всегда эффективно, потому что, если мы выпишем тесты руками, обычная сфера покрытия ограничивается только нашим воображением и не всегда можно заметить какие-то крайние случаи и указать достаточное количество примеров. С другой стороны, существует альтернативный подход профиль к тестированию, когда мы, вместо того, чтобы указать конкретный вход, мы говорим, что вот эта функция принимает данные такого типа и при выполнении должны выполняться какие-то свойства. Какие нам свойства обычно важны для API-схем? Чтобы поведение приложения соответствует описанной схеме. Это, собственно, наша основная цель, чтобы все работало как описано. Кроме этого, мы можем подумать, что любые входные данные не вызывают никаких внутренних ошибок. Как корректные, так и некорректные. Но особенно это важно, когда у вас есть какие-то онколы и ошибка в центре вызывает пейджер. Дальше мы можем проверять, опять же, что приложение отвечает достаточно быстро и что, например, все примеры схемах актуальны. В общем, API-схемы, на мой взгляд, отличный источник таких свойств. И последний год примерно я разрабатываю инструмент Schematesis. Он позволяет при наличии только API-схемы, при этом не обязательно она должна быть валидной на 100%. Он позволяет генерировать тесты, запустить их. Он поддерживает Open API второй и третьей версии, также частично GraphQL. Он проверяет все примеры и схемы. Даже если у вас там не хватает где-то примера для какого-то поля, он у нас генерирует. И в отличие от большинства подобных инструментов, он не только для юнит-тестирования пригоден, но еще и позволяет запускать целые цепочки тестов. Например, вот у вас есть заказы. Создаем заказ, потом берем этот тайничник, смотрим, что API дает корректный ответ, обновляем заказ, удаляем заказ. Можно создавать целые цепочки. Это доступно как Python библиотека, как Command Line утилита и сейчас в процессе я делаю веб-сервис, чтобы все это было в один клик. Так вот, все заработало и сделаю шрифт побольше. У нас простое приложение, состоящее буквально из трех n-поинтов. Мы можем создавать букинги, мы можем получать список букингов и мы можем получать букинг по ID. Примерно с одними и теми же данными. У нас три поля, integer string и boolean. И сейчас я напишу несколько простых тестов, покажу, как можно все интегрировать. У меня в докере запущено это приложение на 5000 на порту и сейчас создам маленький тестовый файл. Смотрите, в общем, для начала нам нужно импортировать схематезис и это будут обычные Python тесты. Они очень-очень близки к тому, что мы приобрели в протесте и в Hypothesis. И для начала нам нужно загрузить схему. Она у нас крутится на предпочтенном порту по адресу api.json. Схему можно грузить из разных мест, можно по ссылке, можно просто передать словарик, можно из файла, из какого-то пути, можно визги приложения передать и адрес в нем. А можно и спать тестировать фикстуру, если у нас есть какая-то уже существующая тестовая база. В данной ситуации нам нужно пройти по адресу и загрузить схему. Обыкновенный тест может выглядеть вот так. Мы на манер PyTest Parameterize указываем декоратор и пишем тест. Все аргументы, которые нужно указать, это либо по тест-фикстуру существующая, которую вы хотите использовать, и обязательно нужно указать фикстуру кейс. Это, грубо говоря, тест-кейс для того, чтобы отправить его к вашему приложению. Давайте не будем тестировать сразу все end-поинты, а протестируем только создание. Его можно выбрать по Operation ID. Обычно тест представляет из себя отправку запроса, получение ответа и какую-то валидацию. По умолчанию он проводит 4 проверки, что это правильный код-ответ из указанных в схеме, что контент-тайп у него корректный, что схема соответствует и что это не пятисотка, что у нас ничего не упало. Он делается довольно просто, буквально тест из двух строчек. Давайте попробуем это запустить. Как вы видите, у нас сразу все упало, и справа в выхлопе приложения мы видим, что наша бьюха упала с кейлером. Давайте ее посмотрим. Она такая очень большая. Она довольно наивная, но такие ситуации встречаются. Все потому, что ID может отсутствовать согласно нашей схеме. Мы его не указали как необходим. Давайте это сделаем. Ну и все остальные поля тоже, потому что они сделаны таким же образом. И попробуем сейчас приложение перезапустим и посмотрим, что происходит. Окей, другая ошибка. Теперь мы, оказывается, не учли, что booking с таким ID может существовать. Оставим за скобками, что ID лучше генерировать на бэк-инде, чтобы он здесь вообще не участвовал. Но для иллюстрации это тоже может случиться с другим каким-то полем. Хорошо, давайте сделаем простой хак и возьмем, поймаем это исключение. PsyngPg Да, и в этой ситуации вернем 400, 409. Скажем, что такой booking уже существует. Окей, я надеюсь, что все сейчас заработает. И нет, я забыл указать 409 вот здесь. Где? Вот здесь. схематезис очень такой, он очень любит напоминать о каких-то пропущенных кусочках. Booking уже существует. Окей. Ладно. Снова запускаем. Уже больше тестов генерится, но теперь у нас что-то другое произошло. Да, у нас здесь опять же ID вытащен на показ и никак не ограничен. Ну и наша база, она просто имеет свои ограничения и мы этот тип никак не указали. Опять же, для примера числовое поле. Можно его ограничить. Конечно, в продакшене так лучше не делать, но для иллюстрации. Хорошо. Сейчас у нас все вроде должно быть отлично. Вот так. Да, все-таки что-то создается. Да, замечательно по умолчанию. У нас схематезис генерит 100 тестов. Он повторяет поведение Hypothesis. Мы можем это немножко поменять при помощи либо декоратора Settings, который существует в Hypothesis. У нас это классический как бы по самом деле тест. И мы можем сделать просто вот так. Ну и 1000 это верхний лимит, потому что если ваш API, например, принимает Boolean и у него всего два значения, он сгенерирует два значения. 1000 там неоткуда брать. Альтернативный способ, если вы, например, запускаете это на CI и у вас много тестов, вы не хотите дублировать конфигурацию везде, можно у себя в конфтесте указать профиль. Вот. Например, вот регистрированный профиль CI и там 1000 экземпл. И потом, когда вы запускаете это где-то, можно указать так. профиль равно CI. Вот и он что-то запускает. Запускает больше тестов и чем больше тестов, тем больше вероятность того, что мы найдем какую-то ошибку. В этот раз, ну, пасгресс не любит нулбайты. Ну, хорошо. Давайте это поправим, какую-то простую валидацию сделаем, опять же, игрушечную. И если у нас нулбайт в теле, то давайте вернем 0,04, чтобы у нас все было адекватно. Ну, сразу не забудем еще добавить сюда, что это у нас бет-рекресс. Как бы Акель сделает. Ну, сейчас, я надеюсь, точно уже проблем быть не должно. Ну, запускаем. Ну, опять что-то появляется справа. Какие-то пятисотки мелькают. Hypothesis, он иногда работает довольно медленно. Из-за того, что ему нужно минимизировать ошибку. Вот он нашел какую-то проблему и пытается ее сжать до минимальной версии. Вот. И в данной ситуации вот он нашел, что такая строка в name будет вызывать какое-то исключение. Ну, да. У нас 30 символов в базе. Мы это просто сюда добавляем. Ну, где-то опять забыли валидацию. Можно это сделать. Добавить вот сюда максимальную длину. Ну, теперь все должно быть хорошо. Вот. Часто, часто, кроме простых строк, простых каких-то типов, мы используем всякие типы специального значения. Например, мы хотим хранить номера карточек, у которых есть своя семантика. Они что-то должны из себя представлять. Мы хотим это валидировать. И, например, это возможно через указание формата. Давайте придумаем какой-нибудь нелепый формат. full name. Потому что мы хотим всегда получать имя, пробел, фамилия. Я для этого написал маленький валидатор. Вот. Он буквально берет, делит данные, которые на вход пополам, по пробелу. Если не получается поделить на две части, это некорректное имя. Ну, а если получается, то имя и фамилия должны быть не пустыми. Что-то типа того. Хорошо. И теперь попробуем это провалидировать тоже. Должно быть не валидно. Хорошо. Но, с другой стороны, теперь у нас будет немножко другая ситуация. Если мы посмотрим, что справа у нас все четырехсотки генерируются. Мы не можем пройти за эту валидацию дальше. По умолчанию, если мы не указываем обратно, схематезис будет генерировать просто строки. В произвольном формате. Длиной 30, конечно, максимальный. Но он ничего не знает о том, что мы ожидаем имя из двух частей, разделенных пробелами. Чтобы это сделать, мы должны ему дать немножко информации. И сейчас я добавлю хук. Специально вот здесь он импортируется для удобства. Сейчас увеличу шрифт. Нам нужно генерировать какую-то строку из двух частей. Это можно сделать при помощи Hypothesis и потом скормить эту схематезису, чтобы он знал, что ему надо генерировать, когда он встречает формат фулны. В данной ситуации нам понадобится composite. Это тип стратегии, которые довольно гибкие, позволяют просто писать функцию и в ней создавать какое-то значение. Для простоты сделаем следующее. Возьмем какие-то предопределенные имена. Например, Джон и Джин. И также имя и фамилию мы возьмем подобным образом. Но уже из одного варианта. И в качестве результата вернем вот такую штуку. И разделенное пробелом о фамилии. Теперь можем через схематезис зарегистрировать. RegisterStringFormat. Он должен в точности повторять то, что у нас написано в названии формата в схеме. И передать сюда вот эту функцию вызванную. Чтобы она стала стратегией Hypothesis. Окей. Вроде вот так. Да, у нас 409. Все как бы здорово. Мы прошли ту валидацию. Так. Теперь мы кроме стринг формата можем на самом деле менять любые части, которые отправляются на сервер. Мы можем менять там заголовки. Мы можем менять queryString, body. Давайте попробуем поменять какие-нибудь его части. Схематезис имеет систему хуков похожую на PyTest. Также нужно использовать декоратор и функцию с определенным именем. В данной ситуации мы если хотим поменять ID, он в стиле теста. Нам нужен хук BeforeGenerateBody. Который принимает контекст и существующую стратегию. И должен вернуть тоже какую-то стратегию. Здесь мы можем сделать практически что угодно. Фильтровать, добавлять какие-то варианты. Ну вот, например, давайте попробуем стратегию, в которой ID-шники будут все больше десяти тысяч, например. Берем это значение в фильтре. Вернее, как лямбда, который принимает генерированное значение. У нас там словарь, у него есть поле ID. Давайте, чтобы это ID было больше десяти тысяч. И проверим, что тест это получает в нужном виде. Кейс Боди. Кейс представляет из себя просто хранилище данных. Там есть Body Query и все прочее. И в данной ситуации ID у нас должен быть больше чем десяти тысяч. Да, и попробуем. Да, он не падает. Все замечательно. Кроме этого, мы можем модифицировать наш кейс как нам угодно. И обычно, когда мы работаем с каким-то API, там есть авторизация. Нам нужен какой-то заголовок. Ну, например. Давайте попробуем. Делаем фикстуру, которая возвращает токен. Можно, например, взять здесь внутри этой фикстуры. Сходить и залогиниться где-то. Сходить в базу. И еще что угодно сделать. Какой-то security провайдер. Неважно. Здесь у нас будет просто строка. Ну, как бы, depends на ситуацию. Это обычный тест. Мы просто добавляем здесь headers. Они пустые в нашем кейсе, потому что мы ничего там не генерируем. В схеме ничего такого нет. И можно просто указать авторизацию, что она такая. Bearer с таким-то токеном. Все. Данные будут отправляться с этим заголовком. Вот. В принципе, их можно модифицировать как угодно. Добавлять какие-то данные из базы. Как хотите. Что вам, собственно, в приложении нужно. Вот. Теперь давайте переключимся на Command Line. И кроме обычных тестов на Python, мы можем использовать Command Line Entry Point, который вообще не требует никакого кода. Мы просто пишем схематезис стран и адрес нашей схемы. Вот. API.json Вот. Сейчас он генерирует сразу несколько, ну вернее, по всем тестам, по всем эндпоинтам проходится. Давайте выберем опять какой-нибудь эндпоинт. Давайте возьмем вот Get Bookings. Он умеет искать по построке, поэтому нам хватит только вот Get Bookings. Хорошо. Тесты бегут. Вот. Ну что-то они как-то бегут медленно. Что-то мне это не нравится. Я здесь добавил как бы небольшой хак. Потому что, ну, локальная машина у меня в базе не так много данных. Но, тем не менее, они есть. А в реальной ситуации они будут забираться намного медленнее. Я добавил небольшую задержку. Там тысячу секунды на каждую строчку. Если у вас там данные большие, много надо чего скачать, ну, возможно, такое может случиться. У нас сейчас это заняло 18 секунд. Давайте попробуем написать свою маленькую проверку на то, что наше приложение функционирует достаточно быстро, вне зависимости от того, какие данные мы в него отослали. Вернемся к хокам. И сделаем маленький хок. Маленькую проверку. Это делается также через декоратор. Регистр чек. И, например, нот соуслов. Который принимает ответ. И кейс. Кейс. Все тот же кейс, который у нас был в тесте. Теперь мы... Давайте решим, что Респонс будет меньше какой-то таймдилд. Например, миллисекунд... Сколько? 100 миллисекунд. Как он... В этой ситуации. И... Если... После что... Такое будет сообщение. Теперь, чтобы это все у нас подхватилось нашим командлайн инструментом, надо ее указать путь. Клеерам. Тест. Хокс. Это должен быть импортированный путь к модулю, в котором вы определяете всю вот эту вот кастомизацию, которая вам нужна. Где ваши там стринг-форматы живут, где ваши там кастомные стратегии, фильтрации, вот эти вот чеки. Все это здесь. Кроме этого, схематезис умеет немного направлять генерацию данных в какую-то там сторону, в зависимости от ваших предпочтений. Например, по умолчанию есть одна встроенная цель. Он может генерировать данные, которые с какой-то более высокой вероятностью будут вызывать более длинные ответы, более долгие. Вы можете определить как бы свой таргет, но по умолчанию у нас есть response time. И давайте попробуем запустить. Да, еще надо указать чек. Note slow. Вот. Он начинает тестировать. Тесты все еще идут медленно. Он пытается минимизировать значение лимита. Но вот он нащупал, что в районе 900-го что-то уже начинается медленно и как-то 280 миллисекунд. Но это долго. Вот. Эта штука, она такая неустойчивая, где-то отвечает медленнее, где-то быстрее. Но примерно какая-то размытая граница находится в этом районе. На что мы можем сделать? Мы можем взять, да, сказать, что ну, ничего больше. блокшот-букингов вообще из API просить. Это и так сильно много. Ну, давайте попробуем. Да, все бежит, все бежит быстро. Ну, вот таким образом можно искать какие-то части API, которые не очень хорошо, так скажем, подвержены динайл сервис атакам. Можете генерировать данные, которые будут, ну, приложение грузить и оно будет там, не знаю, сильно много отдавать или выполнять какие-то операции слишком тяжелые. Вот. И это, в принципе, можно сделать довольно легко. Зарегистрировав вот такой чек, данные он сгенерит сам. Вот. Можете его направлять, там, если вы, например, хотите там не время, а можно, например, размер. Можно взять и указать там response. Сейчас вам покажу, как это сделать. Например, response size, чтобы мы максимизировали. тезис, регистр, таргет. Ну, и очень, очень похожая штука. Вот. Big response. Сейчас я быстренько посмотрю, что у нас там ожидается в таргете. Sorry. Таргет, контекст и все. Да. Контекст. И здесь у нас контекст, респонс. Текст, по-моему. Сейчас, секундочку. Что у нас здесь? Контент. И нам надо вернуть флот отсюда. Ну, и таким образом мы будем максимизировать размер запроса. Ответ. Нет? Я надеюсь, это сработает. Да. Эффект виден на большом количестве тестов, потому что, да, в хайпотезис нужно больше данных, чтобы направить генерацию. Ну, тем не менее, это работает. Общее поведение, оно повторяемо. Хорошо. Кроме этого, мы можем, например, здесь, в наших CLI тестах, мы можем указать, например, другое количество воркеров, мы можем распараллелить, там, 4 воркера, оно будет идти, ну, может идти быстрее. Не обязательно будет, но может. Вот. Зависит от ситуации. Вот. Также можно указать визги приложения, азги приложения. Оно все работает из коробки. Вот. Хорошо. Давайте сейчас переключимся на такое направление, как стейтфул тестирование. По умолчанию, по умолчанию и большинству инструментов, они сосредотачиваются на тестировании одного endpoint. Здесь мы можем сказать схематезису, давай попробуем генерировать последовательности запросов и тестировать сразу там какое-то поведение целиком в рамках системы. В данный момент он поддерживает только один способ, это OpenAPI links. Что это такое? Мы указываем вот, например, двести первый ответ в нашем создании booking. Мы говорим, вот хорошо, давай скажем, что этот выхлоп вот этого endpoint, он связан с другим endpoint. и нам его нужно связать вот таким образом. Если у нас имя какое-то произвольное, назовем это GetById. И нам надо указать operation ID. То есть, какая операция, с какой операцией мы связываемся. Скажем, хорошо, давайте возьмем ID, который возвращается отсюда и передадим его вот в этот endpoint. Собственно, endpoint. Хорошо. Нам надо указать все параметры, которые вот здесь указаны в этом endpoint. В ключе параметров. У нас здесь всего один, это booking ID. Ладно, мы должны его указать. Booking ID. И здесь Open API использует так называемый runtime expressions, где вы можете, ну вот, при помощи какого-то синтаксиса достать какие-то данные из ответа, из запроса, который вы отсылали и так далее. Вот, он довольно гибкий и полностью поддерживается схематезисом. Вот, давайте возьмем response. response body и здесь у нас JSON pointer. Вот, и нам надо просто взять ID. Хорошо. Да, перезагрузим приложение, чтобы у нас линки были видны в схеме. И запустим stateful links. В данный момент это единственный вариант, но в процессе автоматическое распознавание линок такого рода ребята из RedHead реализовали, взяли схематезис, его расширили, прикрутили туда такой inference для вот этих связей и оно работает автоматически, определяет там с какой-то вероятностью линки между разными endpoints и, собственно, генерит нужные запросы без указания OpenAPI links, которые в схеме. Да, я думаю, что это скоро тоже будет в схематезисе в основном, но пока только линки. Давайте посмотрим, как оно будет работать. А, да, пардон. Надо указать, чтобы только этот опережь найдем. Create booking. Чтобы у нас не было выхлопа от других. Вот он пытается создать booking, и для всех 201 ответов он делает дополнительные запросы вот сюда, на GetAPI bookings с таким-то айтишником. Их, понятное дело, не все 201, 409 есть, но тем не менее справа мы видим, что их достаточно. Если у вас есть какие-то линки отсюда, куда-то еще, он пройдет по ним. И будет ходить рекурсивно, пока не упадет с этим, с лимитом. Лимит по умолчанию 5 уровней. Ну, как не упадет, он просто закончит. Вот. И таким образом можно прям очень много чего тестировать. Очень разнообразные пути. Сначала создали booking, потом обновили booking. Если у вас EPI такое. Потом удалили и так далее. Разные последовательности. Вот. Довольно удобно. Ну, это вот CLI. CLI в целом, он имеет больше фич на данный момент. И не все вещи как бы сделаны еще для обычного, обычных Python тестов. В основном это связано с пайтестом. Некоторые вещи там требуют больше работы, чем с нуля написать. Вот. Селый. Так, давайте попробуем. Попробуем все-таки написать какую-то альтернативу. У нас все-таки это обычные стратегии Hypothesis. И можно воспользоваться Stateful тестированием, которое у него встроено или написать руками. Давайте попробуем написать. Все тесты Hypothesis используют Decorator Given, который получает стратегии и потом они используются как аргументы тестовой функции. Ну, сейчас у нас два шага всего. Давайте создадим Create. Да. Схема позволяет и так вот взять Endpoint. Bookings. Пост. И преобразовать его в Hypothesis стратегия. S.Strategy. Да. И то же самое сделаем для второго. Назовем его Get. Bookings. Здесь у нас BookingTedy. И здесь у нас Get. И в принципе, то, что нам осталось сделать, это эмулировать ту логику, которую мы повторили в линках. А, написали в линках. Берем Get. И делаем запросы. При этом валидируем ответы тоже. То есть у нас первый ответ. Это что создаем. Проверяем. Потом проверяем. Validate response. Дальше. Если наш респонс это 201, то мы должны достать ID-шник из тела и добавить его в Get. Ну, в Payload для Get. Это можно сделать вот так. У нас есть body. Ой, body. Пардон. Это Path Parameters. И как называется BookingTedy у нас в схеме. просто берем да, достаем ID-шник. Вот схема у нас валидная, что ID там есть. Ну и делаем запрос. Еще один. Get. У нас есть какой-то аналог теста с линками. Давайте его запустим. Скопируем у нас пробежит и мы сейчас посмотрим, что во втором. Вот. Он прошел. Если мы посмотрим, здесь конечно много 409-х повторных. Ну, должны быть. Вот. Мы сделали запрос на создание Booking'а. Потом пришел 201-й. Мы взяли ID-шник и отправили его вот сюда. Вот он. ID-шник. Получили 200-й ответ. Все отлично. Вот. Таким образом можно стряпать такого рода тесты. Использовать еще инструменты из Hypothesis, которые позволяют это расширить. Вот. В целом довольно гибко. Так. На этом практическая часть презентации. В принципе все. Я хочу рассказать вам о аспектах, когда схематизис работает не очень хорошо. И его ограничения. Сейчас я включу. Хорошо. Собственно, что делать дальше? Какие у нас есть ограничения в схематезисе, которые сейчас в работе? В данный момент схематезис генерирует данные, которые удовлетворяют схеме. Но этого обычно недостаточно. Хотя оно наиболее такое, наверное, полезное. Так как приложения чаще всего ожидают корректные данные, чтобы добраться к какой-то бизнес-логике. Если нет, то это где-то на уровне валидации. Но, тем не менее, это в работе. И негативные тесты скоро будут. Дальше ведутся работы над схематизис сервис. Чтобы это все было в один клик. Просто ввел какой-то адрес схемы и у тебя все замечательно тестируется. Работает. Не надо ничего писать. Никакого кода. Есть еще проблема такая с рекурсивными данными. Какие-то схемы, они при достаточной сложности, при достаточном размере, они могут вызвать реальные проблемы с производительностью. Именно с генерацией тестов. А над этим сейчас мы ведем работы. Я и Зак из Hypothesis. Курор-разработчик. И скоро это будет готово. И можно будет полноценно генерировать рекурсивные данные любой сложности. Кроме этого, в данный момент у нас поддержка GraphQL довольно базовая. Мы можем взять, написать вот такой Python тестик. Последний взять стратегию. Использовать ее в тесте. Но с PyTest и с CLI это пока еще не интегрировано. Но будет. Кроме этого, многие сейчас используют API Blueprint. Это будет еще один стандарт, который мы будем поддерживать. Часто бывают проблемы с качеством данных. Даже если мы передаем ID, все равно не всегда у нас получается добраться достаточно глубоко в код нашего приложения. Для этого можно прикрутить coverage gadget генерацию. У меня было несколько экспериментов. Работает довольно успешно. Но это еще далеко не production ready, но будет. Основные цели схематезиса и выводы, которые я бы хотел озвучить. Задача схематезиса это сделать ошибки более явными. Вот вы видели это нулевые байты. Вы видели там где-то ограничения на длину. Где-то какие-то некорректные данные для базы. Конечно, это может решаться где-то с генерированной валидацией. Где-то еще чем-то схемой. Но в целом мы можем в общем случае переопределить любой из методов в нашем ходе. Любую функцию. И добавить туда какую-то логику, которая может сбоить тоже. Я видел довольно много таких ситуаций, когда ошибка, которую мы пофиксили, из-за которой я просыпался ночью от PagerDuty, она была найдена схематезисом за 3 секунды. Хотел бы я видеть это раньше. И в целом хочется снизить затраты на тестирование, чтобы не было большого количества экзампл-бэйс-тестов, чтобы они не занимали много времени у разработчиков, у людей, которые занимаются тестированием, чтобы это все было как можно проще. Потому что источник для свойств, для того, что нам нужно, он есть. И 5 схемы. И схематезис, он не позиционируется как что-то, чтобы заменить тесты экзампл-бэйс, а что-то, чтобы дополнить. Как вы видели, там итерироваться получается довольно неплохо. Взяли, поправили, запустили, упало, мы забыли вот эту штуку, добавили и так далее. И еще он умеет проверять также экзамплы, которые есть в схеме. То есть так же как Dread, но он не будет ругаться, если что-то отсутствует. И можем проверять еще, что все примеры они в актуальном состоянии. И глобальная цель проекта это быть достаточно гибкими и достаточно расширяемыми, чтобы каждый мог себе как-то адаптировать, расширить, добавить какие-то свои стратегии для генерации данных, что-то как-то построить под себя. Вот, на этом в принципе все. Вы можете меня искать на гитхабе, в issues, задавать вопросы. У нас есть Gitter. Скоро будет Hocktoberfest и у нас много есть задачек, которые можно подхватить и сделать. Я предоставлю поддержку и отвечу на ваши вопросы. Также можете связываться со мной, если нужна какая-то общая консультация по тестированию или по схемотезису по внедрению. Я тоже доступен. Спасибо за внимание.